Всем-всем огромный привет! Сегодня мне пришла посылка, за которую я с огромной радостью пошла на почту. Но меня встретила небольшой сюрприз. На почте мне сказали, что посылка пришла с актом, что она повреждена и в ней что-то протекло. Когда я увидела коробку, круглую, раздутую, от того, что она действительно была вся мокрая, я пришла в ужас. Первое, что я подумала, что ну как я Оле скажу, что я Оле скажу, она же расстроится. Я просто представляю, как девочки от всего сердца, когда закупают подарки, это же и денег стоит, это сколько радости. Она представляет, как я буду доставать там каждый предмет, а в итоге оказывается, что что-то протекло и возможно там может быть все испорчено. Но домой я пришла, у меня даже головная боль была, если честно, но распаковала я все. Уже не стала, конечно, я открывать это дело на камеру, ну вернее я открыла это на камеру, но для Оли лично. Оказалось, виновница торжества была вот такая пена, 750 миллилитров, она протекла еще в Тюмени, Оленька из Тюмени. И полностью весь этот пакет был вылет на все содержимое. Я хихикаю, не просто так. Я решила, что ну, есть оптимисты, есть пессимисты. Можно, конечно, сосредоточиться на этом и сказать, ооо, все испорчено. А можно посмотреть и сказать, ну, испорчена только пена, и в этом есть что-то позитивное, положительное. Ведь не с каждой посылкой такое происходит. А эта посылка оказалась уникальной, она через огонь, через воды, через медные, мыльные трубы прошла. Ну, давайте смотреть, что сохранилось, что спасено и что доехало до меня. Кстати, вы знаете, как она вкусно пахнет. Я сегодня этой пеной в течение часа мылась из себя, и все продукты очень хорошо. Вот, девчонки, честно, если их встретите, купите замечательная пена, прекрасно мылится, пену дает исключительную. И хочу сказать, что аромат-то у нее прямо бесподобный, пахнет очень-очень вкусно, вот, вишенкой. Оль, спасибо тебе огромное! Конечно, жалко, но... Так получилось, как я поняла, лопнуло вот здесь вот, прямо посерединке. Видимо, один из тюбиков уголком просто проткнул. Ну, ничего. Давайте я покажу, в посылке была одна героиня, которая взяла весь удар на себя. Это вот такая прихватка, где-то у меня... О! Отдельно сушились друг от дружки. Вот такие вот сливки. Вы знаете, полчаса я ее стирала из нее, в ней практически вся пена была в этой прихватке. Ну, естественно, что-то другое пострадало. Но вот эта героиня, она на себя весь удар взяла. Она оказалась самая близкая к пене. И в этом акте интересно, что было написано, что похудела-то посылка всего на 150 миллилитров. Получается, от 750 вылетых 600 впитали в себя некоторые предметы. Плюс сама коробка, конечно, тоже была героем. Вся коробка тоже была такая, прямо увесистая в пене. Так что вот такая прихватка будет жить на моей кухне. И я ей буду очень-очень гордиться. Она у меня просто с медалью. Молодец. Хорошая прихватка. Ну и второе, что очень сильно пострадало, это был вот такой блокнот. Который все расставил на свои места. Тут написано, что все будет замурчательно. Я подумала, что действительно, пускай все будет замурчательно. Чего я тут разурчалась-то, заахала, заухала, здесь сердце схватилось, там давление быстрее мерить. Но ведь тут знаете, что написано? Ну, они такие вот странички, еще не подсохли, они сохнут. Никуда его не дену, высушу, и он у меня будет самым любимым блокнотом в моей коллекции. Тут написано, все бывает. Абсолютно все. Просто кое-что, редко и не со всеми. Но это не значит, что ни с кем и никогда. Поэтому, Оль, с нами это произошло. Поэтому пусть будет все на позитиве, и все будет замурчательно. И если кто-то обрадовался, что у нас тут проблема, рано. Замечательный блокнот. Спасибо тебе, Оля, огромное. Ну и еще, что мне очень понравилось, это была вот такая вот открытка. Посмотрите, это же я. Видите, и туфельки моего размера. Вот такая вот милейшая девочка. Тут тоже все замечательно написано. Тут написано зеркало. Это такой инструмент, который помогает женщине опаздывать. И чем сложнее жизнь, тем выше каблук. И еще одно из речений. Проснулась, умылась, нарядилась, улыбнулась и пошла украшать мир. Так что наш позитив будет украшать мир. Мы будем все равно радоваться. И никакая пена нас не вспенит. Но пена хорошая. Мне она понравилась. Прямо ароматы. Я даже коробку нюхала. Ну, теперь давайте смотреть, что же было в посылке. Еще один позитивчик, который нас очень порадовал. Который мне сказал, что все будет хорошо. Это брелок. Это брелок для Максимки. Он Максимке понравился всех больше. Он прямо так радовался и очень ждал, когда этот брелочек просохнет. Он такой, знаете, слышите, шуршит. Антистресс. Это то, что Максимка у меня очень любит. И тут написано, вот здесь вот на бретелечке, хорошему человеку. Спасибо, Оля, огромное. Прямо он такой замечательный. Действительно, все будет хорошо. Максимке очень-очень понравился этот брелок. Он говорит большое-большое спасибо. Классный такой. Оля сказала, что этот брелок приехал к ней из Питера. Так что это собачка-путешественница. Она сначала съездила на север, а потом поехала к нам. Вот такого чуда. Ну, пену я отложу, а то она, мало ли, опять что-нибудь делов наделает. Уже отличилась сегодня. Так, что покажу еще. Максимке приехали вот такие маркеры. Если вы видите, там на заднем фоне лежит пластилин. Этот пластилин потерял, конечно. Вот коробочка пала смертью храбрых. Коробочка тоже работала спасателем в этой коробке. Но пластилин мы вымыли, приехал, и вот он там довольно и сохнет. Говорит, нам коробка не нужна, мы будем лучше в использовании. Поэтому Максимка им будет с огромным удовольствием сразу лепить. Ну и вот такие маркеры. Маркеры-выделители. Они такие яркие, цветные. Мы их уже потестировали. Моются хорошо, рисуют хорошо. И вот такие вот замечательные. Тоже от Максимки огромное-огромное спасибо. Он тут рядышком бегает и радуется. Это было еще не все. Краски были. Это тоже для Максимки. Пострадала немножко этикетка, но она нам и не нужна. Зато теперь больше видно сами краски. Оль, спасибо. Это вот сюда положу. Это Максимки на все дары. И что понравилось очень-очень. Это он прямо тоже ждет. Говорит, мам, сейчас буду пользоваться уже. Это вот такая щетка от Angry Birds. Его любимые птички. И у щеточки вот такой ограничитель защитный, чтобы не пачкалась щетинка. Тоже с птичкой. С желтой птичкой Angry Birds. Классная. Еще идет она на присоске. Оль, спасибо. Спасибо огромное. Так приятно. Был у нас в посылке чудо-шарик. Удивительно, но пена его не коснулась. Причем даже не то, что не коснулась. Он был весь в пене. Но слюда так хорошо упакован он в слюду, что сам шарик не забурлил, в общем, раньше времени. Поэтому шарик будет купаться, как положено, в ванной вместе с Максимкой. Привет. Привет. Ну, поздоровай себе. Привет. Вот он, Максимка. Скажешь спасибо Оле. Огромное. Да. Он переживал, Оль, больше за тебя, чем за свои подарки. Он говорит, как же, Оля, она же расстроится. Котик мне очень понравился. Это собачка. А, ну, тогда собачка очень понравилась. Да, 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 очень ему понравилась. Хорошее. Хорошее, хорошее. Все будет хорошо, значит, хорошее. Вот такие платочки были носовые. Я уже в прошлом ролике сказала, это актуально. Макс уже открыл сезон зимы, уже болеет по всем. Дальше. Ой, тут столько всего интересного. Ну, давайте я Максимкина закончу. Была вот такая, от Шамту. Шампунь. Кажется, это герой из мультика «Спокойной ночи малыши». Да, правильно. Это мое детство, он узнал. Это Хрюша. Хрюша из «Спокойной ночи малыши». С ароматом винограда это детский шампунь. Он мой. Да, я знаю, мне сейчас скажут. Опять шампунь девочка его звала. Пахнет очень-очень вкусно. Прям виноградом, чистым-чистым виноградом. А-а-а-а. Голос за кадром сказал «А-а-а». Обожаю виноградный запах. Ну да, вкусно. Пахнет прям натуральным виноградом. Так, дальше. Наверное, пошло мое. Максимка, все твое закончилось. Приду в конце. Приду в конце. Ну, как услышишь, что я буду прощаться. Мы тут не уместились вместе сейчас, если честно. Так, давайте я вам замурчательно-то вот сюда на... На вид положу, чтобы вам было тоже видно. Маски. Оль, спасибо огромное тебе за маски. Вообще, самое главное, ради чего Оля послала эту посылку, я покажу в конце. Это я приберегла, наконец. Потому что я очень-очень рада и довольна тому, что приехала. Но маски. Асшири. Первая маска антиоксидантная. Зеленый чай. Вот такая. Вторая маска. Ой, тут маски вообще замечательные. Это патчи под глаза. Четыре штуки на два раза. Подсолнух называется. Это гелевые подружечки. Против темных кругов под глазами. Это моя проблема. У меня действительно проблема с темными кругами. Поэтому Оля прямо в тему. Очень красивая маска. Даже жалко ее открывать от Skinlight. Интенсивный коллаген омолаживающий. Посмотрите, какая прямо баночка. Такая позитивная, красивая баночка, которую очень жалко даже открывать. Следующая маска. Маска-пленка для глубокого очищения с огурцом. Она двойная. На два раза. Это очень-очень хорошо. Ой, давайте я вам мою девочку-то тоже оставлю вот здесь. То Максимкин пакетик. Пакетик, кстати, тоже спасен. Приехал. Один пакетик безнадежно пострадал. Тоже на себя удар сделал. От Дизао. От Дизао плацентарная маска для лица и шеи. Жемчуг. Она питательная. Против морщин. Все, как я люблю. Благодаря моим девочкам я молодая и красивая. Оль, спасибо. Правда, спасибо. Алоэ. Все, русский язык закончился. Так. 3D маска для лица с экстрактом алоэ. Вот такая. Дальше. Нога. 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 Спа-носочки. Релакс-терапия. Ну, я так понимаю, это для ножек. Вот такая нога. Маска для ног. Спасибо, Оля, огромное. Так, прихватка. Так, давайте я вам покажу теперь для рук. Сила пяти трав от чистой линии. Вот такой замечательный крем. Он идет и для кутикулы, и для ногтей. Нежная текстура. Вообще очень красивый, позитивный. Вот такой вот тюбик. Ну, тут у меня сверху мыла лежат. Ну, давайте вам мыло покажу, потому что прямо руки чешутся. Ну, как же я без мыла. А ты, Фраше, вы знаете, так вкусно пахнет. Если бы пена так сильно не распространилась, то, я думаю, вот этот аромат был бы на всю коробку. Очень-очень вкусно, нежно пахнет кокосом. Причем кокосом таким ванильным. Вкусным-вкусным, нежным-нежным. Вот прямо очень-очень приятное, классное мыло. Можно с ним даже спать, ложиться и так засыпать. Мне кажется, будут только розовые и сны снится. От Камэй. Такое даже не видела. Это лаванда. Вот такое вот. Вообще. И пахнет. Так вкусно пахнет. На днях заходила в Магнит Косметик. Топталась, 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 топталась. Думаю, сейчас я закуплюсь, а потом куплю это мыло. Я про него забыла. Я дома пришла, говорю, а где у меня мыло? Вот оно. Оно ко мне ехало. Спасибо. Очень вкусно пахнет. Ну и, вы знаете, когда я из пены все доставала, я всех громче заголосила, когда увидела вот этот керасис. Этой коробочки у меня нет. В Магнит Косметик 3 продаются. Две у меня есть. Одну купила я, одну мне прислали. Девочки. И ко мне приехала третья. Он такой вкусный. Он так классно пахнет. Оль, спасибо. Вот за это мыло. Вообще отдельное спасибо. Я очень так обрадовалась. Но я снимала, когда для Оли бедственное положение наше. Я прям, у меня то хихикается истерически, то хихикается от радости. И я такая прям вся на волнениях. Ну, в общем, вот это я хихикала от радости. Тут пострадала очень бумажка. Это от кафе красоты. Ежевичная. Вкусно-вкусно пахнет. И такое оно красивое. Смотрите, какое оно хорошенькое. Прямо внутри такое. Как волны. Ой-ой, прямо так приятно. Вот такой позитивчик нам приехал. Такой песик. Это так и называется. Мыло-собачка. Мыло-туалетная, твердая, декоративная собачка. Вот такая собачка. Она глицериновая. Она такое двойное. Ну, как двухцветное, да? Милейшая собачка. Ну, вам уже, наверное, не видно, как я тут складываю. Но я потом, как уже по своему обыкновению, да? Покажу все вместе, все поближе. Очень была рада, когда увидела вот этот гель для душа. Для меня зима и макадамия, это прямо вот одно целое. Все знают, что у меня ландыш, макадамия. И сейчас... Сейчас. Ой, как вкусно. Так вкусно пахнет. И сейчас вот у меня прямо на цитрусы, да, было. Ну, зима это вот уже пошло. Макадамия, все тепло, кремовое такое. Ну, от ландыша я далеко не уйду. Оль, спасибо. Если честно, у меня Жануля присылала... Было у меня такое молочко уже. Это молочко же, да? Да, молочко для тела. Ландыш. Она мне присылала два геля для душа и одно молочко. Я молочко истратила, и один гель истратила. И второй гель у меня спрятанный стоит. Я вот так открываю, нюхаю. Вот я ему привезла, прислала пару. Теперь у меня снова есть молочко ландыш. И я думаю, что зима у меня будет проходить в цветочных ароматах. В тепле и в радости. Спасибо огромное. Вот прямо за ландыш и за макадамию отдельные. Огромное спасибо. Для волос. От Ультра Дум. Кореньер. Была Сила Пяти Трав. Это укрепляющий шампунь. Вот он такой густенный. Вот такой вот. Для всех типов волос. С огромным удовольствием буду пользоваться. Все, что касается головы. Я, как и многие девочки, люблю. Ну, макадамия. Макадамия. Это от Невея. Вот такой бальзам. Но это даже не бальзам. Это масло для губ. У меня сейчас в использовании такой же карамель. Он вообще бесконечный. Если честно. Тут 19 мл. Это очень много. Если в самом большом стике от Ифраши. Около 5-4,5 или 4,7. А тут 19. И у меня как раз этот карамель заканчивается. Я даже так смогла в течение года. У меня там уже я на донышке доковыриваю. Можно так сказать. И теперь у меня будет новенький. Целенький. Да еще и макадамский орех. И ваниль. Спасибо, Оля. Прямо не устану говорить спасибо. Так. Сейчас покажу еще одного героя. Этой посылки. Вы знаете, честно. Могла бы коробку, конечно, выкинуть. Но мне было жалко. Такая красивая коробка. Ну. Была. Красивая. И здесь. Ну не здесь, а вот здесь. Вот здесь. И вот здесь много информации. Это скраб. Это антицеллюлитный скраб. Крымские травы на основе английской соли для тела. И с одной стороны тут все про крымские травы написано. Ну тут очень много всего входит. Я вам могу поближе показать. Она у меня еще не просохла. Но все же. Давайте я вот так вот покажу. Я надеюсь, оно фокусируется. И поставите на паузу, если что. Ну если не сфокусировалось, конечно, грустно. Но ладно. И давайте вот это место покажу. О пользе этого скраба. Так. Если сфокусировалось, то поставьте на паузу. Ну надеюсь, что вам тоже видно. Ну и давайте я вам покажу все-таки красоту. Коробочку я так уберу. Вот так вот выглядит сам скраб. Он такой какой-то тоже, видите, как градиент разноцветный. И в нем, в нем 300 грамм в этом скрабе. Есть к нему вот такая вот лопаточка. И вот такая боевая инструкция. На основе оливкового масла он идет. И очень много полезной информации написано вот на этом листике. Компания Дом природы. Поэтому сохранила, высушила. И я сначала прочитаю. Потому что действительно мне это очень интересно. Так что, Оль, спасибо. Прямо новое, неизведанное. Так, наверное, покажу вот такую вот красоту. Это сюрприз. Это сувенир. Вот такая как бы тарелочка. Недавно мне прислали кружечку из Керчи. А тут вот такая тарелочка из Тюмени. Тут тюменский драматический театр. И вот такой магнит. Прямо красивенная тарелочка. Так, чтобы вам было видно. Видно? Да, видно. Вот. Вот сюда повешу рядом с собой. Спасибо. Я очень люблю магниты. И я люблю магниты, когда не храмы на них, а когда конкретная достопримечательность города. Поэтому вот как-то, знаете, ощущение, что сразу погружаешься в мир этого города. Спасибо. Ну, наверное, я сейчас уже покажу. А, вот еще одно средство есть. Это любимый мой Сити Раш от Эйвен. Это молочко, парфюмированный лосьон для тела от Сити Раш. Дальше покажу вам украшения. Вот в таком красивом-красивом мешочке из органзы приехали ко мне несколько украшений от Оленьки. Первый это браслет. Вот такой красивый от Эйвен. Очень красивый. И цвет красивый. По-моему, он называется Королева ночи. Следующее тоже от Эйвен, насколько я знаю, украшение. Это цепочка. Так, сейчас я попробую ее изъять. Она пытается с собой другие вещи прихватить. Так, получилось? Получилось. Отняла. Это вот такая цепочка. И вот такая вот цветочек или тут, я не знаю, звездочка. Он чем интересен, что идет еще и брошка. Можно носить как брошь и можно носить как кулон, как украшение. Я все на себя смотрю. Она на вас. Я все на себя любимая. Ну и еще одно украшение мне очень-очень понравилось. Сейчас я его покажу. Достану. Только оно тут. Так, мешочек. Вот такое красивое. Смотрите. Очень красивое. Мне так оно понравилось. Прямо... Прямо очень понравилось. Ничего. Такая красавочка. Ой. Я как обезьянка. Спасибо, Оль. Правда, вот оно мне очень-очень понравилось. Вот такое вот. Ну и давайте теперь я покажу все-таки то... Здрасте. Здрасте. Максим все бегает. Ну, теперь я покажу то, ради чего... Ну, как ради чего? Тут уже столько времени показывала. Что я оставила на последнее. В последнюю очередь. Оля мне прислала целую серию Грин и Мама. От Грин Мама прям, мне кажется, она все, что есть в этой компании прислала. Поэтому давайте я вам покажу. Мне прям очень приятно. Буду прям конкретно целый месяц выделять с первого числа, чтобы я попользовалась именно этими продуктами. И хочется прямо в комплексе потестировать всю серию. Спасибо, Оля, огромное. Очень приятно на самом деле. Так. Чистящая пена гель для лица. Ромашка и брусника. Вот такое вот средство. И много. Сейчас я буду много показывать. Молочко для снятия макияжа. С маслом, зародышей пшеницы и ромашки. Такое. Дальше. В бутылочке еще был тоник для сухой нормальной кожи. Входит в него земляника и череда. Вот мне интересно, земляникой пахнет. Больше пахнет чередой. Земляника не пахнет. И очень интересный дозатор. Много лишнего не прольешь. Если там помпы нажимать, то здесь такой очень удобный дозатор. Ну я в конце, как всегда, покажу поближе. Потому что сейчас мало что видно. Максимка все скрипит. Я думаю, кто там все скрипит. Маска для лица. Поддорожник и полевой хвощ. Очень приятно, что все основано на травках. Это очищающая маска. Я очень рада. Я люблю, как я уже говорила много раз, что я доверяю травам. Я доверяю природе. И когда вот написано, что что-то натуральное. Для меня это прямо так, ну, какое-то доверие. Вызывает доверие. Обычно, когда человек во что-то верит, у него получается. Чтобы это ему помогало. Поэтому я думаю, мне понравится. Разные отзывы я слышала на Гринмаму. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но мне хочется потестировать самой. И, ну, как хочется. Теперь хочется, потому что до этого я не тестировала. Ни разу не пользовалась. Крем для тела, укрепляющий. Морской сад, 150 мл. Вот такой вот интересный. Правда, очень интересно. Следующий крем, освежающий для уставших, тяжелых ног. Каштан и прополис. Вот так. Способ применения. Наносить мягкими массирующими движениями на ноги по мере необходимости. Вот такой вот крем. Прям очень интересно. Мне кажется, вот этот крем хорош будет летом. Когда действительно жара, вот такое давление на ноги идет сильнее. Крем-бальзам для тела. Клевер и полевой хвощ. Прям такое все интересное. Одни травы. Интересно, что оно и пахнет. Вот, что я смогла потестировать. Сами все банки, тюбики зафольгированы. Поэтому я открывать сейчас пока не стала, чтобы все перенюхивать. Когда вот я начну уже пользоваться, я буду пользоваться. И я думаю, что когда я его потестирую, понятно, что все разом не закончится. А когда начну месяц тестировать, я, наверное, сделаю отдельный ролик и расскажу свое мнение о каждом средстве. Ну, потому что это того стоит. Интересно. Слишком много тут одной фирмы. И целую линейку попробовать очень... Ну, интересно. Действительно интересно. Что я тут одной тоже говорю. Интересно, интересно. Так, ночной восстанавливающий крем Гидробаланс. Ромашка и масло зародышей пшеницы. Содержит чистое масло. Карите. Для всех типов кожи. Вот такое средство. Вообще много. Прям так приятно. У меня такое чувство, что мне на обзор прислали. Оля, спасибо. Такая щедрость. Это очень приятно. У тебя огромное-огромное доброе сердце. Спасибо. Скраб для лица, кедровый орех и уссурийский хмель. Вот такое вот. Интересно. Меня заело. Не обращайте внимания, потому что сегодня вообще такой шок терапии получился. Питательный крем для лица, кедровый орех и облепиховое масло. Ну, тут уже поменьше упаковки. Но это хорошо, потому что для лица надо меньше, чем для тела. Дневной крем для лица. Там был ночной, да? А питательный был крем для лица. А тут дневной крем для лица. Уссурийский хмель и витамин Е. Вот такой. И тонизирующий гель для лица, алоэ вера и лимон. Вот такой. Вообще здорово. Очень много всего. Это вот вся была посылка. Ну, и, естественно, мне акт вручили. Акт протечь, которая была внутри коробки. Но этот акт нас не расстроил. На самом деле мы остались довольны и счастливы. Оба с Максимкой на позитиве. Да? Да. Вот. У Ольги нет канала. Оля, спасибо тебе огромнейшее. Очень приятно. Мне приятно с тобой общаться и дружить в личке ВКонтакте. Спасибо, что написала в своё время. Ты очень добрый и открытый человек. Максимка всё смотрит. Он всё ждёт, когда он скажет своё слово, да? Ну, скажи. Спасибо огромное. Мне очень понравилось. Вот. Сказал тоже. Сколько позитива и интересного. Да, на самом деле много всего. Особенно ему эта собачка понравилась. И вот эта мыльца. И мыльца понравилась. Ну вот, ещё и мыльца оказывается. Её подружка. Точно. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. Давайте тоже сосредоточимся на том, что было позитивно. Писать, что как жалко, что вот тут протекло. Не стоит, потому что иначе будут весь, все комментарии. Ах, как жалко, ах, как грустно. Давайте радоваться тому, что пришло в целости. И если вы мне напишите, что нравилось вам, может быть, вы что-то пользовались, чем-то пользовались из-за этого. Мне будет очень интересно. Оля, спасибо тебе ещё раз огромное-огромное. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч. Всем пока. Разложила я все мои подарки. Хочу поближе показать ещё раз открыточку. Ну, такая девочка позитивная. Вот у неё такие маленькие ножки в больших туфлях. Вот такая красавица. Классно. Маска. Вот мне понравилась маска. Вот так вот она смотрится. Вообще, Skinlight молодцы. У них очень интересные маски. Они так и качественно делают, и большое внимание уделяют упаковке. Прямо позитив сплошной. Мыло я поближе. Не знаю, показывать нет. Но вот этот керасис или керасис. Я ударение до сих пор так и не знаю, как ставить. Довольное. И от Ifroche. Это просто бесподобное мыло. Очень-очень вкусно пахнет. 80 грамм в кусочки. Прямо пау. Какое вкусное. Ну и давайте покажу Гринмаму поближе. Я не знаю. Мне кажется, я хорошо показала. Может быть, единственное, кому-то заинтересует состав. Поэтому я могу вот так вот, как вам поближе, вот, хотя бы что-то конкретное показать. Можно на паузу поставить. Это я вам сейчас дневной крем для лица показываю. Так, ну давайте еще вот маску покажу для лица тоже поближе. Потому что вдруг кто-то заинтересуется. Но я с удовольствием буду это все тестировать. И где-нибудь в декабре постараюсь снять ролик в свое мнение. Замечательный состав. И что еще показать? Ну давайте вот тоник еще посмотрим. Поближе. И тоже состав. Вот. Вот такие интересные продукты. Так их много от одной Гринмамы. Только вон сколько. Очень приятно. Что еще поближе показать? Давайте украшение покажу поближе. Такое оно милое. В нем есть какая-то беззаботность такая молодая. Мне кажется летом оно будет под сарафанчик. Под что-то яркое такое. Очень мило смотреться. И Максимка просил показать поближе его вот эту щеточку. Он ее достал. Сказал будет уже пользоваться. И еще понравилось ему то, что для чистки языка есть щетинка. Ну и конечно же вот его вот этого песика все будет хорошо. Вот так. Чего и вам желаем. Вот такая замечательная была посылка от Оленьки. Посылка с приключениями. Но приключения они только нас делают сильнее, закаленней. И учат нас правильно реагировать на любые ситуации. Оля, еще раз тебе большое спасибо за эти подарки. Я хотя уже и попрощалась со всеми. Но снова хочу сказать всем спасибо за внимание. Всем до новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok